Мои дамы и господа, с вами Феликс, опять всех с Новым Годом! Вот он наступил, 2016 год, и я надеюсь, что он принесет всем нам только положительное. Он принесет нам всем здоровья, удачу и мир. Это все, что я хотел бы для себя и для всех вас. Сегодня я хотел бы рассказать немного о стариках. То есть о пенсионерах. Эти вопросы вы задаете на моем канале YouTube, под моими видео задаются такие вопросы. И вот я постепенно буду рассказывать об этом. Значит, пенсионеры. Пенсионеры, те, которые, я имею в виду русскоговорящие, которые эмигрировали в Америку, они эмигрировали по многим причинам. Это люди, которые прошли всю войну, которые вернулись домой. Кто вернулся? Это было счастье вернуться домой живым. И те, которые инвалиды. И, к сожалению, великому Советский Союз не очень-то почитал ветеранов войны, пенсионеров. Я думаю, многие из вас это знают, что люди простояли всю свою послевоенную жизнь в очереди за квартирой, так и не получили. И многое-многое другое. И когда люди приехали в Америку, я имею в виду русскоговорящие, те, кто получил статус беженца, Америка очень-очень хорошо отблагодарила за то, что они сделали для Советского Союза. Видите, как ни странно, должен был Советский Союз отблагодарить, но благодарила Америка. А дали бесплатную медицину, дали пенсию. То есть люди ни дня не проработали на Америку, но Америка дала этим людям вообще все. Квартиры, квартиры по программам. То есть люди платят 240 долларов за квартиры. Благоустроенные, хорошие квартиры. Плюс получают еще футстемпы. Что такое футстемпы? Это такие талоны на питание. Тоже где-то приблизительно в размере 120 долларов. То есть пенсионер может прекрасно жить и наслаждаться жизнью. Самое главное, это бесплатная медицина. А медицина в Америке очень-очень дорогая. И кроме всего, еще для ветеранов, для пенсионеров, есть такие садики. Мы их называем детские садики. То есть люди собираются, за ними приезжают автобусы, собирают их в эти так называемые детские садики. И они проводят там очень хорошее время. Их там кормят. Все это бесплатно за счет государства. Мы работающие, работаем, платим налоги. И вот на эти налоги наши пенсионеры, наши ветераны могут жить и наслаждаться своей прекрасной жизнью. Этих садиков, их развлекают, у них проходят концерты, тематические вечера. Там очень здорово, очень весело они проводят время. И главное, что их кормят, их привозят туда, их увозят домой. Ну, в общем, великолепное обслуживание, о котором можно только мечтать. То есть люди заслужили в Советском Союзе, а получают все это здесь, в Америке. Вообще, Америка страна, которая очень хорошо относится к пенсионерам и к детям. Она помогает материально за счет этих таксов, налогов, которые платим мы. Это один из вопросов, на которые, я думаю, я подробно ответил. Сейчас я еду по Лину и приеду, покажу вам один из домов, где живут наши русскоговорящие. Когда-то там было очень много русскоговорящих. Люди стареют и уходят из этой жизни. Сейчас в этих домах живут люди старше 62-х лет. То есть 62 и старше, пенсионеры и ветераны. И еще, конечно, кроме этого, инвалиды живут в таких домах. Эти дома в основном расположены в центре Лина. Это город Лин. И вокруг них есть очень удобно русские магазины, поликлиники. То есть здесь все удобства для пенсионеров. Для того, чтобы им жилось очень хорошо. И они наслаждались своей жизнью. Сейчас я вам покажу, сейчас я проеду и покажу вам ближе этот район. И вы сможете увидеть, как живут наши русскоговорящие иммигранты. Это центральная часть Лина. Сегодня третий день Нового Года. Люди выходные, отдыхают. Поэтому много людей сейчас в городе. Много транспорта. Люди ходят в гости, ходят по магазинам. В общем, завтра начинается рабочая неделя Нового 2016 года. Все праздники уже прошли. Это самый большой праздник. Как вы знаете, праздник Америки это Крисмас. Люди обширно, очень серьезно празднули этот праздник. Новый год. Новый год не сильно празднуется американцами. Мы продолжаем, мы великолепно празднуем, конечно же, Новый год. Это для нас самый лучший праздник. А американцы в основном празднуют Крисмас. Но завтра начинается уже трудовая неделя. Не так, как на Украине и в России. Конечно, старый Новый год. Вернее, Новый год 13 числа по старому стилю. Празднуют в основном только русскоговорящие. Потому что американцы не знают такого праздника. И поэтому для них это не праздник. Все русскоговорящие, естественно, отмечают 13 числа. Это Новый год по старому стилю. И поэтому только русские это и отмечают. Русскоговорящие. Видите, сегодня насколько загружены дороги. Какой трафик. Здесь обычно не бывает такой трафик. В будние дни. А вот сегодня люди гуляют. Люди получают удовольствие. Продолжается праздник. Сейчас мы повернем здесь налево. Или нет, проедем еще прямо. Я хочу показать вам еще дома, в которых живут наши русскоговорящие. Это бывшие фабрики. В прошлых видео я рассказывал, что Линд был очень такой серьезный промышленный город. В котором была легкая промышленность. Но кроме всего здесь еще крупнейший завод, который выпускал двигатели для самолетов. Это был крупнейший завод. И половина Лина работала на этом заводе. А вторая половина работала на фабриках. То есть это был крупный такой рабочий город. Но в середине 70-х годов все эти фабрики и заводы, все это перенесено было в среднюю, центральную часть Америки. Поэтому этот город сейчас уже не промышленный. А вот впереди у вас видны большие кирпичные дома. Это и были. Это и были фабрики. А сейчас их переделали в дома. И там живут много русскоговорящих. Не только русскоговорящих, но много русскоговорящих тоже живет в этих домах. Это субсидальные дома. То есть дома по программе, восьмая программа, субсидальная. То есть страна выделяет субсидии для пенсионеров, для инвалидов. И помогает таким образом этим людям. Сейчас я попробую развернуться здесь. Чтобы поближе показать вам эти дома. Это центр Лина. Центральная часть Лина. И сейчас мы повернем. Покажу поближе эти дома. Это старые строения. Эти дома. Я не знаю, наверное, по сто лет им. Может быть и больше. Вот историю я эту точно не знаю. Здесь есть исторический музей. В котором подробно описано, рассказывается про эти фабрики. Про эту легкую промышленность. И надо будет сделать, конечно, такое видео. Пойду я летом, наверное, в музей. Покажу вам именно, что такое Лин. Что было в Лине раньше, когда он был промышленным. Вот впереди вы видите кирпичные большие здания. Вот это и есть фабрики, которые были фабрики. Бывшие фабрики. А с левой стороны это и есть вот этот исторический музей вот этих фабрик. То есть это очень здорово. Я обязательно сделаю вот такое вот видео. А вот это вот и есть вот эти дома фабричные. Это были фабрики, корпуса фабрики. Сейчас это дома, жилые дома. И впереди, посмотрите, тоже стоит большой дом кирпичный. Это тоже были корпуса фабрики. Сейчас там живут люди. В основном это пенсионеры по восьмой программе. Впереди, если ехать прямо, мы упремся в океан. Здесь есть все предусмотрено для удобства пенсионеров. Рядом есть клиника небольшая. Есть клиники, где принимают русскоговорящие врачи. Это все для удобств пенсионеров. Также есть русский магазин. Один из старейших русских магазинов. Буквально вот полквартала. И вы увидите русский магазин. Хозяин Леонид. Магазин довольно хороший, великолепные продукты. Хозяин магазина старается, чтобы у него были самые свежие, самые лучшие продукты. А в городе есть три русских магазина. Это один из самых, так сказать, первых магазинов. Сейчас мы подъезжаем к нему. Вот с правой стороны будет этот магазин. Он называется «Гастроном». Вот магазин, о котором я с вами говорил. Мы находимся вот напротив русского магазина. Одного из старейших магазинов города Лина. Хозяин этого магазина Леонид. Он старается держать этот магазин на самом высшем уровне. Это не единственный магазин. Есть у нас три русских магазина. Но это один из лучших. Попробуем зайти и показать вам немножко в этом, что означает наш русский магазин. Да, вот это наш русский магазин. Это Ольга, наш продавец. Один из продавцов, один из лучших продавцов. Здесь все хорошие. Но это один из лучших продавцов. В этом магазине имеется абсолютно огромный ассортимент. Ассортимент. И это все уже после праздников, что осталось у нас. А вот и советское шампанское, которое я покупал перед Новым Годом. В этом магазине есть абсолютно все, что требуется для нашего советского, бывшего советского потребителя. Вот. Ассортимент великолепный. Я думаю, что я ничем не удивлю вас, показывая этот ассортимент. Я знаю, что и в России, и на Украине ассортимент великолепный тоже. Но только не каждый может пользоваться этими продуктами. Еще хотел сказать, что здесь, если сравнивать русские магазины здесь, в Массачусетсе и в Нью-Йорке, то, конечно, огромная разница. Люди, которые работают здесь, совершенно по-другому обслуживают, с уважением и так, как должно быть в Америке. Небольшой ассортимент вин. Ассортимент вин со всего мира. Я видел, здесь были грузинские вины. Я просто вина не очень употребляю. Но я знаю, что у него в этом магазине ассортимент со всего мира. И поэтому этот магазин вообще пользуется большим уважением, потому что много лет он уже здесь работает. Люди очень довольны. Довольны продавцами, довольны тем, что хозяин привозит. Какой ассортимент. Поэтому мы любим этот магазин. И, оказывается, не только мы любим его. Еще я хотел бы вам рассказать о автомобильном правилах дорожного движения. Именно в нашем штате. В нашем штате, если вы едете и на перекрестке у вас зеленый свет, Но пешеход все равно переходит дорогу. Вы обязаны остановиться и пропустить пешехода. Вот такие вот законы у нас в нашем штате. Я ездил неоднократно в Нью-Йорк. И когда я начал по привычке пропускать пешеходов, то водители проезжали и сигналили мне и были очень недовольны. Потому что там совершенно по-другому едут водители. Там немного другие правила. И там люди не привыкли, пешеходы, что их пропускают. Здесь же, в нашем штате, в обязательном порядке, вы обязаны пропустить. Если вы не пропускаете, и полицейский видит, что пешеход поставил ногу на проезжую часть, вы должны остановиться и сразу же пропустить пешехода. Если вы это не делаете, вас полицейский штрафует. Здесь очень просто учат людей, которые нарушают правила дорожного движения. Здесь наказывают большими штрафами. Но не только большими штрафами. Я приведу вам пример. Я, живя на Украине, водил машину 20 лет. То есть такой был стаж, уже не маленький. И я очень любил быстро ездить. Но там эти проблемы можно было решать с гаишниками довольно просто. Здесь же это не удается. Здесь вообще нельзя предлагать полицейскому ничего. Полицейский тебя просто наручники оденет и арестует. Мало того, выписывается штраф за нарушение. И плюс ко всему, еще на 6 лет повышается ваша автомобильная страховка. Это еще намного хуже, чем штраф. У меня было уже два раза. И после этого я понял, что шутки плохие. Лучше ездить и не нарушать правила дорожного движения. Поэтому люди стараются ездить, уважая друг друга, пропускать пешеходов, пропускать автомобили, если вот нужно. То есть тут никто не нагречит. Люди едут, уважают друг друга. И это очень-очень здорово. В общем, я осветил несколько ваших вопросов. Пожалуйста, задавайте вопросы. Продолжайте смотреть мои видео. Если вам нравится, ставьте лайки. И под видео задавайте свои вопросы. Я с удовольствием буду делать видео и отвечать на ваши вопросы. Вот, в принципе, и все, что я хотел сегодня вам о чем рассказать. Всем желаю здоровья, хорошего настроения, удачи и мира. Всех вам благ. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok